Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо Господи за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь всегда празднует память мучейка Ванифатия. Всегда 1 января, в первый день Гражданского Нового Года. Мы празднуем память этого годника Божия, в житии которого мы узнаем о том, что он был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял в ней блудном сожительстве, то, что сейчас называют так, стыдливо, гражданский брак. На самом деле это блудное сожительство, блуд. И они оба были христианами, но стремились к благочестию, но вот эта вот страсть к блудным удовольствиям, к радостям их препобеждала. И еще, более того, будущий мученик, будущий стой, а тогда раб Божий, раб Аглаиды Ванифатия, он еще любил, ну, как многие люди, такую разгульную жизнь, любил выпить, попеть песни, поплясать. Такой разгульной души был человек. И вот оба были мучены совестью, и оба хотели спасения. И вот Аглаида узнала, что если в доме хранить мощи мучеников, а тогда, в те времена, времена гонений, это было возможно, потому что людей убивали за веру во Христа, и можно было взять мощь угодника Божия и поместить в доме своем какую-то отдельную часовню, сделав для него, если дом богатый особенно. Она послала своего раба и сожителя Ванифатия вместе с другими своими слугами на восток, где в то время шло жесточайшее гонение на христиан. И он пришел в город Тарс, Килики, Тарс, город апостола Павла, где он проповедовал Христа. И в этом городе они все вместе, будущий мученик Ванифати и его спутники поселились в гостинице. И вот, оставив в гостинице своих спутников, Ванифати пошел на городскую площадь, где в это время шло мучение, шел мученический подвиг христиан. И подойдя к этому месту, увидел, как их избивают, как их мучают, как их пытают, он увидел, что насколько эти лица этих мучеников просветленные, радостные, что в них нет никакой агрессии, никакой обиды к мучителям, те, которые отрывают у них руки, пальцы, вгоняют иглы под ногти, срывают кожу живьем, бросают котлы с кипящей смолой. Никакой злобы нет, не говорите, только одна радость, что они идут ко Христу. Как это не похоже на похороны наши, христиан, которые рвут волосы, кидаются в могилу от того, что умирают, от того, что как боятся, как не хотят умирать. Конечно, боятся, конечно, не хотят. Конечно, трагедия. Если человек всю жизнь не ходил в храм, если человек всю жизнь бегал и прятался от Бога, говоря, что Бог у меня в душе, если человек никогда или редко исповедовался, каялся в грехах своих, весь в грехах, весь в страстях, если человек научился говорить, а я хороший, а у меня Бог в душе, а у меня нет грехов никаких, Потому что я не убил и не зарезал, поэтому нет у меня грехов. Как страшно, как трагично такому человеку умирать. Какая трагедия смерть этого человека, который в храм не ходит, который живет греховной жизнью. Но какая радость и какой свет, когда умирает христианин, который всю жизнь шел ко Христу. И смерть, это просто, если он шел ко Христу тяжело, поднимаясь на Голгофу, распинаясь. Каждый раз, когда ему хотелось выпить, плясать, веселиться, он умерщал свою плоть, смирял свою душу, каялся в грехах своих и снова шел ко Христу. Падал, ударялся лицом об камни острые, об грехи, разбивал свое тело, потому что мы все падаем, все грешим. Но снова вставал, снова поднимался, снова шел на исповедь, снова шел на причастие. И шел к любимому Богу, шел к Царствию Небесную. Поэтому смерть христианина, это всегда торжество, это всегда свет, какие бы ни были мучения. И вот Ванифати увидел, что мучители, они бессильны, они в злобе бегают. Что-то пытаются, бьют, мучают, втыкают иглы в этих угодников Божьих. Что-то пытаются сделать, как бессильно, человеческая земная злоба против благодати Святого Духа. И он припал к ногам этих угодников Божьих, моля этих мучеников, да, чтобы они походатайствовали, помолились за него, как Господу, чтобы и он сподобился этого мученического венца. И тогда этого счастья, этой радости, этого света, этой любви, этой веры необыкновенной. И тогда Ванифати схватили, привели к суде и спросили, ты кто такой? Ванифати ответил, сказал всего два слова. Я христианин. Откажись от Христа, принесли жертву языческим идолам, иначе будешь вместе с ними мучим. Ванифати, который еще вчера пьянствовал, еще вчера блудил, еще вчера любил плясать, веселиться, любил увеселение, сейчас, стоя перед судьей, сказал, я не буду отрекаться от Христа. И тогда Ванифати начали мучить, били его так, что мясо отпадало от костей, втыкали ему игла под ногти, вливали ему в рот расплавленное олово, но мученик Ванифати был невредим, и благодатью Божию ангел Господний сохранял его. И тогда люди увидели, что, ну вот здесь же неправда, но здесь же вот эта вот ложь, что Бог в душе, что можно жить без Христа. И эта ложь и неправда вызывают ненависть и злобу к тем, кто живет со Христом, что правда вот с ними, с теми, которых бьют, которых мучают, которых оскорбляют, но они остаются светлыми, радостными, знающими, почему живут и почему умирают, знающими, в чем смысл жизни. Правда, с ними, а не с этими, другими людьми, нашими братьями, но которые такие хмурые, такие сердитые, такие озлобленные, такие несчастные, потому что пытаются построить свою жизнь, свое счастье без Христа. И люди схватили камни, начали бросать в судью и кричать, отпусти мучеников, ты не прав, вы лжете, и все, что вы говорите, это все ложь про Бога в душе, про некогда ходить в храм, про поклонение языческим идолам, про то, что вы никогда не умрете, потому что не надо говорить про смерть, надо говорить про смерть, потому что мы все умрем. Надо думать о смерти, как о финале своей жизни, как об ответе перед Богом. Все это ложь, отпусти мучеников. И судья, увидев эти волнения, он поверил прекратить мучения, мученика в Анифате отправить в тюрьму, в надежде, что завтра народ успокоится, как у нас бывает. Народ повозмущался, разошелся, и дальше ложь терпит и живет во лжи. А завтра, может быть, мученик в Анифате, посидя в тюрьме, подумает, поболят у него раны, подумает, что он умрет, позапугивает его сатана, побоится он этим мирским страхом, подумает, что же такое со мной будет, меня убьют, хочу жить, и раскается, и пойдет, раскается в своем христианстве, и пресет жертву языческим идолам. Но когда на следующий день этого пьяницу, гуляку, блудника снова вывели перед мучителей и сказали, отрегайся от Христа и будешь жив, отпустим тебя, а может, еще наградим за отречение, он снова сказал эти два великих слова. Самое великое честное достоинство, не человек звучит гордо, а самое великое достоинство человека – это «я христианин». Выше этого ничего в этом мире, в этой вселенной нет. Он снова сказал «я христианин, твердо и смиренно, без гордыни, без превозношения над язычниками», сказал и исповедовал Господа нашего Христа. И тогда его начали бросать в котел с кипящей смолой, но смола не смогла сжечь угодника Божия, а наоборот разливалась на мучителей. Мучители горели, мучились, а он оставался невредим. И тогда его, видя, что ничего, никакие пытки, мучения не устрашают и не убивают мученика, наоборот, народ верует все больше и больше во Христа, все больше и больше людей обращаются ко Христу, ему отсекли главу. И вот его бросили так, под охраной, с усеченной главой, и он двое суток пролежал вот так вот, и его спутники в гостинице, которые, ну, зная привычки, любовь к страстям, к разгульной жизни этого мученика, подумали, что он, наверное, опять где-то запил, гуляет, веселится, танцует, пляшет, поет блудные песни. Пошли его искать сперва по каким-то тавернам, кабакам, не найдя его там, спрашивали, а где же вот этот человек в Анифате римский, с которым мы пришли из Рима искать мучеников, мощи. Им сказали, это же святой, это великий святой, мощи, который опочивает вот там вот на площади под охраной. И тогда, взяв деньги, которые дала госпожа для того, чтобы приобрести и выкупить у мучителей мощи мучеников, они выкупили мощи святого мученика Анифатия, а он, когда отправлялся за мощами, сказал, как бы в шутку, может быть, благодатью Божию, наверное, сказал, а если я не найду мощи угодников Божьих, и сам мученический пострадает за Христа, примешь ли ты меня с честью, моя госпожа? И она сказала, ну что ты такое говоришь, не надо такое говорить, давай привези мощи мучеников, и не поверял их словам. И вот теперь мощи мучеников Анифатия были выкуплены, и их повезли в Рим к Аглаиде. И вот когда везли эти мощи, мощи везли долго, не было ни поездов, ни самолетов, явился ангел Господень и сказал, вот теперь к тебе идет тот, кто был еще вчера твой раб, сегодня твой господин и твой покровитель, мученик Анифатий, который сослужит ангелом в Царстве Небесном, предпрестолом, в Ощущнем Владыке. И вот Аглаида принялась честью мощи мученика, вчерашнего грешника, вчерашнего блудного сожителя, разгульного, веселого, пьяного, а сегодня святого угодника Божия, который отрекся во мгновение ок от всего этого и получил благодать Божию, стал великим святым. Она позже построила храм рядом с своим домом в честь мученика Анифатия, где упокоились его мощи. И сама, молясь, провела много лет в покаянии за свою предыдущую жизнь и была погребена рядом с мощами, рядом с храмом святого мученика Анифатия. И вот, возлюбленная Господи, братья и сестры, в церкви ничего нет случайного, в духовной жизни нет ничего ненужного, такое, которое, ну вот, что-то непонятное такое происходит. И, конечно же, память мученика Анифатия неслучайно приходится на 1 января, на день, когда его память начинает праздновать с 12 ночи этого угодника Божия. И он является покровителем всем тем несчастным людям, которые заблудились в этой жизни, которые все ищут, увеселения, танцев, плясок, пьянства. Он за них молится и ходатайствует. Не случайно на 1 января, когда вся почти наша страна, большинство людей и православных людей предается безудержному веселью, разгулу. Многие напиваются до бессознательного состояния, наши братья и сестры, православные христиане. Потом со смехом и горделиво рассказывают, «А я в салате валялся, а я в туалете, в собственных нечистотах валялся. Как было весело! А я предавался безудержному блуду с одной, с другой, с третьей. И все это за одну ночь. И все это с хохотом и весельем рассказывается». Но, братья и сестры, возможно, такие разговоры вел и мучая Кванифатия, хохочая, веселяясь о своих пьяных подвигах. Но, братья и сестры, память сегодняшнего мученика дает нам надежду о том, что мы обратимся и раскаемся от этих тяжелых своих грехов. Прекратим бегать за земными удовольствиями, за земными развлечениями. И взыщем радость превыше всякой радости. Взыщем благодать Святого Духа, благодать молитвы, благодать покаяния. Благодать сегодня еще пока без кровного мученичества. А в Украине, нашей с вами стране, уже идет кровное мученичество, огненное мученичество. И там уже убивают христиан, и уже убивают священников. И сегодня у нас наше бескровное мученичество. Нас пока никто не убивает за Христа. Слава Богу, милости Божией. Наше бескровное мученичество с вами. Это сегодня, 1 января. Может быть, там мы встречали, кто-то смотрел телевизор, кто-то потанцевал, кто-то запускал салюты. Но сегодня хочется спать, выходной день, праздник, 1 января. Но надо встать и идти на литургию. Это наше бескровное мученичество. Сегодня надо встать. Как бы не хотелось, вчера объесться колбасой, мясом, молоком, которое мы уже месяц, больше месяца не ели. А мы вчера этого не сделали. Мы вчера попостились. Пусть это маленький подвиг, но это подвиг. Пусть это маленькое мучение, но все равно мучение бескровное мученичество. Каждый день быть христианином, каждый день жить по заповеди Божией. Церковь благословила пост. Постимся. Церковь благословила воскресенье, в субботу вечером храм. Идем и молимся. Церковь благословила раз, две, три недели причащаться. Причащаемся. Это наше с вами сегодня бескровное мученичество. И сегодня не все люди готовы к этому мученичеству, братья и сестры. Сегодня большинство людей, как мученик Ванифати, вот там гуляют, веселятся. Но они иногда приходят в храм, или чаще, или реже кто-то из них. Но они должны увидеть, что в нас есть свет, в нас нет злобы, в нас есть радость, в нас есть любовь, в нас есть вечная жизнь. И они должны тоже захотеть этой вечной жизни, если видят эту жизнь в нашу. И, братья и сестры, помолимся мученику Ванифатию, чтобы и не только мы, а и остальные наши братья и сестры обращались ко Христу, уходили из бесплодной, бессмысленной, пустой, разочаровательной жизни в поисках развлечений и радости земных. Вы искали небесную радость и настоящую вечную жизнь, вечную любовь. Помоги нам Господи, чтобы и мы спасли свои души, молитвами мученика Ванифатия, и ближних своих исходатайствовали, помолились за них. Многие из них, которые сейчас гуляют, веселятся, пьянствуют, станут святыми, станут мучениками и придут ко Христу в Царствие Небесное. Никого да не осуждаем, за всех молимся, всех любит Господь, всем ищет спасения и вечной жизни. С мучеником Ванифатием и со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.